Всем привет, друзья! Вот уж прошел месяц с момента выхода последнего обучающего ролика по Half-Life 1. Сегодня, по многочисленным просьбам начинающих спидранеров, желающих стать лучше, узнать больше или сократить свое время безусловных усилий, поведаю я вам о скриптах и алиасах. Что же это такое? Кратко говоря, скрипт — это сценарий, состоящий из команд. Используется в основном для идеального выполнения определенных действий, нажатием на одну или несколько кнопок. К примеру, приведем автобанихоп из BXT, который позволяет нам делать перфект джампы в нужные тайминги, просто-напросто зажимая пробел. То же самое касается дактапа. Цель данного видео — научить вас ставить и использовать скрипты. Тем не менее, я не буду разжевывать каждый элемент, что это такое, как оно работает. Если вы будете повторять все за мной, у вас должно получиться. При наличии каких-либо проблем пишите в комментариях к этому ролику. Сперва-наперво заходим в корневую папку с игрой. Далее открываем папку Valve или Valve, нижнее подчеркивание, вон, в зависимости от той версии, на которой вы играете. Создаем текстовый документ. Называем его UserConfig. Открываем его. Файл. Сохранить как. Тип файла ставим на все файлы и к концу имени добавляем расширение .cfg. Сохраняем. Мы создали наш конфиг, в котором будут храниться скрипты. Осталось только его ими наполнить. Переходим по первой ссылке в описании и попадаем на сайт SourceRuns, где вы можете выбрать любой понравившийся и нужный вам скрипт. В качестве примера возьму скрипт на Uspam и Gauss Boost. Копируем коды и вставляем их в наш кфг. Для пометок можете использовать две слэш. Окей, мы добавили наши скрипты, осталось лишь забиндить клавиши активации. Сверяемся с источником, копируем команду и между первым и вторым словом пишем нужную вам букву. Ну вот, в принципе и все. Запускайте игру, чтобы наши скрипты работали, пишите эту команду. Или если вы хотите, чтобы они автоматически были включены, скопируйте ее в autoexec.cfg, который находится в одной папке с вашим конфигом. Все работает. Но на этом мы останавливаться не будем. Настоятельно рекомендую посетить страницу Parkles'а на гитхабе, где вы найдете множество полезных скриптов. И нет, это не реклама. Вам правда стоит сюда заглянуть. Кстати, если вы используете BoneyMod XT, для вас будет лучше брать альтернативные скрипты отсюда, а не SourceRuns, ибо они оптимизированы под BXT. Самое интересное здесь это скрипты-секвенции, устанавливаются аналогичным способом. Под каждым из скриптов написан краткий гайд и есть ссылка на туториал на английском. Для заинтересованных я лишь расскажу, какие из них использую я. Итак, TestChamberD, PowerUpA, ForgetAboutFreemanA. Касательно TriggerDelay ждите отдельный ролик. Также можно затронуть еще заскриптованные JumpBuggy, с ними посложнее. Скачиваем архив с конфигами и разархивируем его все в той же папке. Затем в UserConfig пишем команду, зажав которую будет выполняться JumpBug. Так как для каждой локации скрипт свой, прописываем бинды, которые будут запускать тот или иной скрипт. Не так уж и трудно. Первый человек, который напишет сколько раз за видео было сказано слово скрипт, и его вариации попадет в закреп. Не забывайте ставить лайки, и что более важно, подписываться на канал. Всем спасибо. Спидранси Half-Life только со скриптами. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok